И вот был случай, когда у нас жандармы пошли в деревню, чтобы картошки накопали себе, помирали из голода. Возвращались, когда я, сестра моя, еще родственница и еще два паренька примерно в возрасте. И нас жандармы схватили, на хутор за шесть километров привезли и на пригород посадили, иначе по одному штаб жандармели. И, значит, я, последние меня вызвали, я, по-моему, уже тех ребятишек был. И вот захожу, жандарм стоит с плеткой в руках, рубашенку мою поднял, и несколько раз меня этой плеткой от плетки с металлическими наконечниками. Собой раз. Не то слово. Ударил так несколько раз, я выскочил, закричал в маму, выскочил на пригородах, но что характерно, не забыл, схватил узелок свой с картошкой, еще там кое-какие были принадели, и бегом прибежал домой. И у меня вот эти шрамы, которые остались на спине, примерно месяц не заживали, синие пруты были бы. Так вот меня, так я познал европейскую цивилизацию, с тех пор я очень и очень понимаю, что такое Европа. Так что родину свою, Россию, надо любить, а у нас единственная малую, большую родину. Куда бы вы ни уехали, после окончить институт, или там работать, куда-то уедете далеко. Никогда не забывайте своей родине, как малой, где вы родились, так и большую Россию, и любите ее. Другое нам не дано. Вот что я хотел рассказать. Можно еще один вопросик? Вы, когда немцы погодили, вы их танки видели? Когда немцы пришли, танки видели, расскажите, когда они заходили в деревню. Конечно. Значит, сначала, когда немцы охотылись, сначала мотоциклисты ехали, несколько человек, вооруженные, да? Вроне. Потому что они на броне сидели, немцы и улыбались, понимаете, так? Вот. А потом за танками, бронемашиной, понимаете, и потом после прихота. На бронемашины были? А? Минометы на бронемашине были? Минометы? Нет. Да я что-то, нет, минометы я что-то не помню, понимаете. В основном люди, солдаты были на танках, на бронемашине, машина-помажа, полеметами. Минометы переносная артемиологическая. Миномет, он большой, поэтому, как говорится, его так это поднять не так или что-то. А у меня, подчиненные у меня были, я в связи, радиста, я кончил в Ульяновском училище радиочаре в 55-м году. И когда начальник училища сказал, кто желает служить в воздушную артемию, я сделал шаг, держал. И после, прошел комиссию медицинскую, и после этого 20 лет отслужил в воздушную артемию войска.